И снова здравствуйте, дорогие одесситы! В прямом эфире, как всегда, вечер на седьмом. Меня зовут Игорь Хмурый. Тема нашего второго блока «Потоп, жажда и холод. Рождественские подарки от мэрии». Этот эфир со мной проведет Валерий Матковский. Он был у нас в предыдущем блоке. И моя коллега Анастасия Кожушка, корреспондент «Седьмого телеканала». Здравствуйте, Настя. Спасибо, что пришла. Сразу же объявлю интерактивное голосование. Вопрос звучит следующим образом. Что вам отключают зимой чаще? Первый вариант ответа – свет, второй вариант ответа – воду и третий вариант ответа – тепло. Если у вас есть желание, принимайте, пожалуйста, участие в нашем интерактивном голосовании. Темой для нашего сегодняшнего эфира послужил прорыв водопровода на улице Варнинской. Масштабный такой прорыв, который сегодня произошел. И еще некоторые коммунальные неприятности, которые подкинули одесситам в эти рождественские новогодние праздники. Включите, пожалуйста, сюжет, в котором коротенько рассказана ситуация о том, что же сегодня произошло на Варнинской. Ужас, кошмар, не думал, что там так глубоко, но главное не сбавлять обороты и трогаться. Вдобавок к мокрому снегу жители одесских черемушек получили еще один повод не выходить из дома. Прорыв водопровода на улице Варнинской превратил дороги в настоящие реки. Мне вот пришлось даже вот девушку переносить, потому что она бы ноги намочила и заболела бы. Пусть наши власти пытаются как-то помочь этим. Позже спикеры инфоксводоканала прокомментировали ЧП. Трубу прорвало возле дома под номером 2-2. На время ремонта без воды остались жители Варнинской, Филатовой и Терешковой. Закончить работы обещают к вечеру. Мне кажется, надо за этим следить иногда, чтобы людям было как-то комфортно даже проходить. Я думаю, это непорядок в стране. Особенно в Одессе, потому что это очень часто тут случается такое. Я использовал материалы, которые как раз Настя и сняла. Вот ты сегодня там была на месте события. Расскажи вообще, насколько действительно, по картинке мы видим, что масштабно, насколько масштабный был прорыв и вообще, когда вы уезжали, какая была ситуация. Что произошло, Навальня? Мы приехали туда где-то к 11. Воды было действительно очень много. Я очень удивилась, когда увидела, что большегрузный автомобиль заглох. Мы попытались пройти к этому мужчине, но я просто не смогла к нему добраться. У меня сапоги были немного ниже колена, а воды там было больше. То есть у меня не получилось бы к нему подойти, и мужчина там просидел, но мы были там примерно час. Вот он там сидел все это время в машине, не мог выйти в ожидании какой-то помощи. Люди, конечно же, возмущались, потому что некоторые не могли выехать из своих домов, скажем так. Некоторые просто решили остаться дома. У них был повод такой сегодня. Хороший повод рассказать работодателю, почему не вышел на работу. А когда вы уезжали, во сколько вы уехали, какая была обстановка, ситуация, что ремонтировали, что делали? Уезжали мы где-то уже в 12-12 с чем-то, да. И Инфокс Водоканал уже стояла машина. Нам тогда же уже на месте сказали, что они сейчас ищут этот прорыв. Они будут там рыть, устранять поломку. Но на этот период людям отключили воду. Люди, кстати, жаловались, что у них с утра еще не было воды. Ну, в принципе, до этого соседи, по несчастью, жители Таирова, также испытали дискомфорт. Причем на протяжении нескольких суток у людей не было воды. Давайте тогда сразу посмотрим второй сюжет о том, какие еще подарки наша коммунальная структура нашего города преподнесла Одесситам в новогодние праздники. Вот так спокойно многие одесситы относятся к отключению тепла в зимнее время. Людей закалило многолетнее разгильдяйство городских властей и коммунальщиков. Мэрия что-то вечно копает, перекрывает, обещает, но в итоге хата с краю виноватой попередники. Так вышло и на Рождество. В Приморском районе 35 домов, тубдиспансеры, военный госпиталь остались без тепла из-за аварии теплосети. Трубу прорвало между Семинарской и Пироговской. К вечеру вроде починили, но позже тепло опять исчезло. Вроде бы как на сайте было написано, что подключили, все исправили, но у нас со вчерашнего дня тепла нет. Очень холодно. У нас дом старый и получается за два дня стены уже выхолодились и очень тяжело теперь запустить, чтобы было тепло. Обогреватели мало чем помогают. В итоге жители самого центра Одессы просидели три морозных дня в холоде. И они такие не одни. Кроме холодных батарей одесситы получили на Рождество и сухие водопроводные краны. Несколько дней часть поселка Таирова оставалась без воды. Одесса город с юмором, поэтому вскоре в соцсети появились вот такие фото. На них горожане позируют возле тазиков и ведер, в которых им пришлось плавить снег. Это тоже была фотография нашего коллеги, журналиста одесского. Этот материал также снимал ты по поводу отключения тепла. Расскажи тогда о ситуации, которая произошла там на Канатной. То есть вот починили же, почему потом еще два дня не было тепла? Ну вот по словам людей, да, жильцов, которые живут вот в этих домах, они рассказывали, что произошел тоже прорыв теплосети. Вроде как вот сутки они просидели без тепла, потом поломку устранили. Но что-то произошло заново, и они еще сутки после этого сидели без тепла. На тот момент, когда мы там снимали... То есть люди даже не выясняют уже, что произошло, они просто принимают как факт, как должное, что у нас холодно, померзнем, да? Ну, говорят, что обогреваются обогревателями, у кого есть кондиционер, хорошо. Кто-то там рассказывали под двумя одеялами, ходили в перчатках в квартире. Но, говорят, обращались, кстати, да, люди рассказывали, что обращались. И на сайт, вот как женщина это, да, писала на сайт обращения граждан. И, ну, собственно, как сами видите, люди были на тот момент, пока мы там снимали, люди были еще без тепла. Давайте напомним о том, какое интерактивное голосование у нас проходит в студии. Вопрос звучит следующим образом. Что вам отключают зимой чаще? Первый вариант ответа свет, второй вариант воду и третий вариант, соответственно, тепло. Валерий Дмитриевич, скажите, вот эти точки Варнинская возле Интостана, где был прорыв, канатная, они настолько проблемные в Одессе? У нас же вроде бы вот весь прошлый год что-то перекапывали, что-то меняли в теплотрассах, что-то должно было быть все хорошо. Почему же не хорошо? Ну, давайте сначала по воде. Ну, это не коммунальное предприятие, это частное предприятие. Инфокс-водоканал, это частная структура, принадлежит этот Инфокс-водоканал небезызвестному человеку по фамилии Злачевский. Вот, поэтому здесь уже работает взаимоотношение мэрии и нас, безусловно, потому что мы все находимся на прямых договорах с Инфокс-водоканалом. Вот, и мы не умеем пользоваться своим еще правом, поэтому я уверен, что никаких исков по вопросу взыскания за неудобства к Инфокс-водоканалу не будет. Хотя вот в такой аварии и не очень поворачивается язык особо их обвинять. Насколько мне известно, значит, там вышел из строя водовод диаметром 200 миллиметров, чугунный. Вот, и поэтому такой был большой, так сказать, поток воды, потому что насосная работала. Системы оповещения у нас такой не существует. Я имею в виду системы оповещения электронной. Вот Хмельнюк... О прорыве вы имеете в виду? Да, да, вот Хмельнюк, например, себе сделал это. Это вот в Черноморске? Ну да, в Черноморске или по-старому, или Ильичевске. У него там эта система есть, причем работает она очень хорошо. Я когда работал в области, ездил, знакомился, смотрел это все. У нас, к сожалению, этого нет. А каким образом она работает? Что это за система? Очень просто. Есть датчики, которые фиксируют, если идет такое интенсивное падение давления, то сразу у дежурного высвечивается, и у них уже там стоят задвижки, не те, которые нужно 8 или 10 человек, чтобы ее, так сказать, закрыть, эту задвижку. Это правда, я ничего не преувеличиваю. Вот. Стоят задвижки с электроприводом, кнопочку нажал, задвижка закрывается. Отдаленно можно ее закрывать? Конечно, безусловно, да. Я когда-то, кстати, в 2006 и 2007 году консультировал ребят с Ростова-на-Дону, которые, вот, ну, я действительно когда-то это активно интересовался, которые сделали в Ростов-на-Дону работать под такой же системой, как сегодня у нас в этом самом Величевске, вот, или в Черноморске, как уже по-новому называют. Поэтому у нас в зимний период действительно довольно часто бывают порывы, особенно при резких перепадах температуры, вот, такое действительно происходит. Но для этого должна работать система оповещения, вот, о порыве стоять соответствующие датчики. А кто этим должен заниматься инфокс или город, как можно сказать? Инфокс, конечно, они же пользуются нашей собственностью. А как-то так получилось, что в Черноморске мэр это сделал? Ну, а там коммунальное предприятие. Ага, то есть такое вот разделение. А то, что человек просидел в грузовике, в кабине, не мог выйти даже из воды, то есть каким-то образом вообще аварийная служба должна подключаться, коммунальная аварийная служба? Либо каким-то образом вообще коммунальщики должны к этому делу подключаться? Либо если это проблема частников, а у нас по основным улицам Черемушек просто потоп идет по колено, то, как бы, ну, пустяшник и разбирается. Ну, в данном случае вопрос такой, пока не закрыли задвижки, значит, количество воды, которая там находилась, вот ваша коллега рассказала, не позволяла там. Ну, можно было, конечно, по доброте душевной дать человеку там или сапоги, но это надо снять своей, вот. Или в крайнем случае, если аварийка стояла, то самое, зацепить машину, оттащить где-то в более, такое, так сказать, место, где менее, меньше уровень воды, чтобы человек мог там выйти из машины и так далее, и так далее. Ну, грузовая машина, я думаю, ничего там с водителем не случилось. Другое дело, как показывали легковые, плыли там, или, не дай бог, там скорая помощь, или машины экстренного обеспечения, аварийные, вот, а это да. То, что касается улицы Канатной, знаете, не помню, кто, когда-то сказал, говорит, что, говорит, я не такой богатый человек, чтобы покупать дешевые вещи. Вот нас с системой коммунального обеспечения происходит все совершенно наоборот. Ну, вспомните, потому что тут политики никакой. Чистая практика. Многие водители, я думаю, помнят прошлый и позапрошлый год, когда по улице Канатной нельзя было приехать, там что-то рыли, меняли все кусками теплотрассы, чего-то там латали, латали. А теперь посчитайте, сколько, по-одесски говоря, туда ушло бабок, да, средств бюджета, наших. Вот мы еще, к сожалению, наша основная беда всех нас, обывателей, да, это то, что мы думаем, что это город платит чьи-то деньги. Свои деньги. То есть город это существо, которое само зарабатывает. Да, мы не понимаем это, что это наши деньги, которые мы платим там в виде налогов, недополучаем пенсию, да, или сегодня нас обдирают, вот как газ практически в 10 раз подорожал, да, а качество газа, посмотрите, какое. Вот. Вот так же у нас и тепло. Сколько раз Канатной латали? Да и регулятор. И все равно произошло. Произошло то, что вот я уже говорю на протяжении последних трех лет, что ребята, ждите худшего, еще, и сейчас говорю, ждите худшего, будет еще хуже. Сто процентов будет. А возможно, что вообще все остановилось. Ведь смотрите, как было раньше, в те плохие времена, у нас проводилось три испытания тепловых сетей. Гидравлические два раза, и те тепловые, когда давали высокую температуру. На сегодняшний день у нас проводится в лучшем случае одно испытание, и только гидравлическое. И причем давят щадяще, чтобы не порвать. Если раньше давили, я помню, те времена, когда давили, чтобы порвать, потом поменять эти участки, и дальше уже спокойно себя зиму проходить, то сейчас давят так, чтобы не порвать. Потому что понимают прекрасно, что это никто не сделает. Улицу Сегетскую, ну дай бог, вот в этом сезоне, в прошлом году, там сделали эту трассу. Там Копицкий, кстати, делал эту трассу, Женя, тепловик, бывший или настоящий. Сделали этот участок, будем надеяться, что мы ее забыли. Теперь улица Сегетская. Латаная, перелатаная, в конце получилось то, что получилось. Ладно уж получилось, но системы теплоснабжения в городе Одессе нет, не существует, и никто не хочет этим заниматься. Что значит не существует? Кожмонтат тепловик? Ну вот смотрите, вот то, что там же это басни рассказывает, мне было интересно, я думаю, ну до чего же мы уже научились, знаете, врать, и принимаем это за это самое, за должное. Читаю в этом самом, в интернете. Зубков, там министр заявил о том, что все, в Одессе, авария устранена, все дома с теплом. Думаю, да е-мое. Сажусь в машину, рядом, живу тут. Подъезжаю, тепловики все знают меня. Я говорю, о, мужики, как дела? Да все, вот уже тут это, заканчиваем, а сейчас будем через полчасика включать. Я говорю, не понял, министр сказал, что вы уже включили. А вы рассказываете, что вы через полчасика будете включать. Ну вот, заканчиваем, сейчас будем включать. То есть уже Киев знает, что у нас все хорошо, а мы еще не знаем... И наяривают, и там уже сделали. Да, а мы еще уже не чувствуем, что все хорошо. Но вопрос даже не в этом, тоже вопрос. Смотрите, город в старые добрые времена, или плохие времена, третий раз сегодня повторяюсь, значит, имел систему, которая позволяла в случае аварии отключать участки и переподключать ее на другие котельные. Ну, например, на поселке Котовску, я надеюсь, я же уже давно не курирую эту систему, что там работает. То есть если там Северная 1, там что-то случилось, переключили на Северную 2, то есть есть перемычки, которые позволяют эту котельную отключить, включить, запитать ее, пусть даже не с тем качеством температурных режимов, которые должны быть, но позволяет. Ну, хоть стены не оставят, как женщины. Да. В данном случае я прекрасно помню, вот, что предусматривалась запитка с шампанским. Ведь сегодня люди отапливаются не ТЭЦ, а шампанка работает. То есть там заглушили трубу с одной стороны, с другой стороны переподключили эти дома на шампанку, на котельную. И запитали их оттуда работы. Ребята, но ведь это должно было быть. Почему люди страдали? И еще очень хорошо отработали. Вот в данном случае... То есть они не отремонтировали то, что прорвало, они, по сути, подключились часто. Ну, какая разница, ну, людям-то тепло дали, а это уже потом будут разбираться. А нагрузка увеличилась, возможно, теперь шампанка, что-то не там? Ну, теперь вопрос, хватит ли запаса котельной для того, чтобы обеспечить в пиковые, если будут дальше морозы, нас все-таки продолжают пугать, что будут... Вот на завтра уже морозец хороший обещает. Не пропустили то, что было. То есть не было развития дальнейшего. Но когда-то у нас было в истории нашей теплоснабжения города Одесса, было два человека, перед которыми, как говорят, я снимаю шляпу. То есть это были люди, которые знали в городе все. Если я, например, говорю по системе жилищно-коммунального хозяйства, что есть у нас Михаил Иванович Козырев, который очень много знает и еще помнит, и был нашим учителем, то в теплоснабжении у нас было два человека. Это Шишовский и Зубков. Один Тепло... Одесса Теплокоммун Энерго, вот, второй Одесса Энерго, которые знали и понимали, что они там делают. Потом это сделали одну компанию, вот, которая... Теплопостачание места Одессы. Но тогда все эти котельни, они были построены и предусматривалось, что возможно было запитать ее в случае порыва там от другой котельны. Сейчас это все упустили. Никто этим вопросом не занимается. Эти задвижки, как правило, 99% не держат. Либо они все время в открытом состоянии, если их закрыли, то уже там упал шток, и уже ее там... И так далее, и так далее. То есть вопрос следующего порядка. Готовится все потихоньку к тому, чтобы это ушло в другие руки. И то, что она уйдет, это даже не подлежит... А что же там уйдет, если там ничего уже не осталось? Ну, послушайте меня. Самое богатое предприятие на сегодняшний день, вот, это сегодня предприятие теплопостачания места Одессы. При его там полутора миллиардных долгах это самое богатое предприятие. То есть у остальных вообще никак не... А больше других и практически нет коммунальных предприятий. А какие еще скажите? Самое потом было по крутизне, это у нас водоканал, он уже ушел, его уже нету, да? У нас сейчас пляжи объединили, там формируют, что-то переделают, реформируют. Это карманные деньги по сравнению вот пляжи, это, так скажем, карманные деньги. Почему карманные деньги? Да потому что уже на пляже там практически все распродано. Ну что там, ходить, подметать, убирать, и то, что тебе там останется... Ну не стоит недооценивать. Да, ну-ну-ну, послушайте меня. Новшество, новаторство. Вопрос же в другом. А вот теплопостачание места Одессы и другого любого города это богатейшее предприятие при правильном подходе к этому вопросу. Я когда слышу о том, что, значит, мы продаем свою собственность, потому что государство не этот самый, так сказать, не может найти нормальных менеджеров, да, и которые могут нормально управлять этой собственностью, то есть неэффективный менеджер. Я думаю, ё-моё, а где же вы берете этих эффективных частных менеджеров, да? Они что, приезжают с Луны, прилетают? У меня всегда такой вопрос, почему ещё не сидит ни один неэффективный? Может, давайте просто посадим парочку неэффективных предыдущих, и тогда остальные станут очень сильно эффективными? Потому что как-то баланда и фуа-гра где-нибудь там в ресторане, есть разница. Вы, ещё раз говорю, у нас, к сожалению, вот давайте так, а кто у нас с мэром вот так довольно долго работал, и которого мы помним таким добрым словом, да? Вот вспомните, да. Добрым словом мы, в принципе, никогда никого не помним. У нас такая, наверное, даже национальная черта. Ну, вот это, к сожалению, с вами я вынужден согласиться, только что, к сожалению, да, что мы, к сожалению, мы на сегодняшний день, вот говорят правильно, что у народа нету будущего, который не помнит своё прошлое. Вот мы сегодня пытаемся всё уничтожить, что было раньше. Почему не взять то хорошее, что там когда-то было, да? Ну, у нас берут хорошие схемы, старые берут. Делают их по-новому, и теперь деребанят ещё по-другому. Поэтому вот... Хорошее берут, но для себя хорошее. Вот то, что вы сказали, вот я, например, вот я являюсь противником того, что, например, тарифы на сегодняшний день устанавливает Киев. Ну, почему? Извините. Ну, у нас тариф, подождите, почему нас в Киевах устанавливают? Устанавливают на местах, Киев их только одобряют. Подождите, НКРЕ нам устанавливают. НКРЕ не устанавливают, НКРЕ получают все данные, и потом его одобряют. Вот со мной не надо по этому вопросу спорить. Вы совершенно правы, когда вы говорите о том, что сегодня наши предприятия, тоже теплопостачание в местах Одессы, даёт свою базу данных, да, те их рассматривают и устанавливают они постановой НКРЕ. Вот. Тариф для населения. Причём он единый. Вот я тоже с этим не согласен. Вот почему единый тариф на затраты. Я, например, считаю, если мы говорим о децентрализации, вот, что-то новое придумали, да? Да ничего мы нового не придумали. Мы возвращаем то, что раньше было. Ведь раньше, извините, были местные бюджеты, которые наполнялись, и деньги оставались здесь, да? потом приняли решение всё в Киев, а потом едешь с протянутой рукой и с кошельком большим и просишь, верните меня чуть назад. Но это же было так, да? Но сейчас тоже по-программу. Почему? Нет, позвоните. Извините. Сейчас часть тех платежей местных бюджетов остаются здесь. Вот вы в передаче сегодня же сказали о том, что сегодня бюджет города Одессы самый богатый за всё время. 3,5 миллиарда, по-моему, накапывала. В прошлом году было на 2 миллиарда меньше. Причём в 16-й, извините, я говорю за 16-й. Вот было 7,5 действительно миллиардов, что я уверен, что там больше, чем 7,5. Интересно, что покажут. В 15-й год был 5,5. На 17-й год, если мы посмотрим тот проект бюджета, который принятый, но он будет безусловно ещё с 8-го числа его немножко откорректируют. откорректируют, потому что государственный бюджет уже утверждённый, посмотрит, сколько трансфертов, то есть трансферты это то, что нам ещё государственный бюджет даст, значит, и он, наверное, увеличится. Но забили 6 миллиардов, 6 миллиардов 16 миллионов. 7,5, да, на 1,5 миллиарда получается меньше. Почему? Непонятно. Чтобы потом сказать, что перевыполнили, потому что в конце потом мы получаем отчёты, мы хотели перевыполнить на 108%, перевыполнили на 118%, по 16-му году, если не ошибаюсь, так говорят. Специально занижаем, потом говорим, что перевыполнили. Ну, что-то мы уже в бюджетной дебри уходим, это мы 8-го февраля увидим, когда свет прольётся, надеюсь, на сессии Одесского городского совета, что там наголосуют, а нам вот, к подсказу журналистов, режиссёры, наша пора заканчивать. Давайте подведём итоги голосования интерактивного. Итак, первый вариант ответа, что он отключает зимой чаще? Первый вариант ответа, свет 60%, второй вариант ответа, воду 20%, третий вариант ответа, тепло, тоже 20%. То есть, большая половина одесситов всё ещё продолжает страдать от того, что отключают свет. Ну, в принципе, это у нас 90-х классика уже, может, даже забыли, что такое регулярный свет, но, тем не менее, видим, что теперь тепло и вода у нас начинает страдать понемногу. Что ж, тема нашего сегодняшнего разговора была «Потоп, жажда и холод, рождественские подарки от мэрии». Спасибо большое, что вы к нам пришли. Напомню, у меня в гостях был Валерий Матковский, бывший вице-мэр Одессы по системе жилищно-коммунального хозяйства, а также моя коллега Анастасия Кожушка, корреспондент 7-го телеканала. Меня зовут Игорь Хмурый, это был «Вечер на 7-м» в прямом эфире. Оставайтесь с нами, дальше будет Ольга интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова